Добрый день, друзья! С вами Дорога Константин. Сегодня тема лекции в Роке, следующая общие судороги всего тела. Чем может помочь акупунктура? Прежде всего нужно знать, уважаемый зритель, что вы должны знать, откуда происходят ваши судороги. Именно с какого места начинается судорожное сведение того или иной части тела, либо общие судороги всего тела. Если вы пальцем покажете, откуда начинаются судороги, считайте, что вы болезнь победили уже на 80%. Если проведете диагностику 12 меридианов, то вы победите полностью все судороги. Почему? Потому что мы сказали, что общие судороги всего тела. Общее тело контролирует все 12 меридианов. Четыре из них длинных меридиана, которые отвечают за судороги, либо за судорожное состояние. Это меридиан печени, желудка, желчного пузыря и меридиан мочевого пузыря, который на вашем экране. А их нужно знать обязательно, в каком состоянии эти 4 меридиана. Обязательно, они являются основными меридианами, которые контролируют общее тело. Если общее тело, что разбалансировано, нет энергии, то данные меридианы, что слабеют. Либо наоборот, в данных меридианах очень много энергии, они воспаляются, в следствии чего воспаляется весь, что мышечный каркас человека на физическом уровне и проявляются судороги. Чем нам может помочь акупунтура? Диагностика 12 меридианов вам в помощь. И точка В11 Дальджу, методом профилактики апплекатора Кузнецова, массажными движениями, вы можете работать с данной точкой, с точкой и она всегда вам поможет при общих судорогах всего тела. Но если данная точка вам не помогла, значит что-то вы не учли. Потому диагностика остается приоритетом и восстановление все 12 меридианов является приоритетом. И уже после диагностики 12 меридианов, если все меридианы слабые, данную точку тонизируем. Если меридианы все воспаленные, данную точку расслабляем. Приводим в гармоничное состояние все 12 меридианов. И что общие судороги всего тела не побеспокоят вас. Спасибо за внимание.